Арсена Попекяна До приезда в Саранск Армавир проиграл лишь в одной игре из последних десяти. Мордовия, в свою очередь, наконец-то справилась с проклятием родной арены и с недавних пор чувствует себя на домашнем стадионе по-хозяйски. Вот и против Армавира Мухамедшина и компания сразу после стартового свистка начали действовать с позицией силы. И уже на седьмой минуте вынудили гостей ошибиться. В итоговый протокол вошла фамилия игрока Армавира Романенко, который был последним, кто коснулся мяча. Однако Владимир Обухов по окончанию матча с этой версией не согласился. Записали на меня, но я переправлял и защитник помог чуть-чуть. Все-таки это гол или автогол? Гол, конечно. Получив преимущество в один мяч, Мордовия продолжила доминировать и регулярно создавала реальные угрозы воротам гостей. Вновь повышенную активность проявляли фланговые защитники. Причем, если в первом тайме большинство атак развивались на левой бровке, где креативила связка Лебедев-Адаев, то после перерыва чаще у ворот соперника оказывался правый защитник Евгений Яченко. Один из его ударов не без доли везения парировал в середине второго тайма Константин Руденок. Белорусский голкипер в итоге был одним из лучших в составе Армавира. Он же выручил своих партнеров после коварного парашюта в исполнении Филиппа Дворецкого. Оказалось, что спасал вратарь не зря. За 15 минут до финального свистка Мордовия слегка сбавила обороты и позволила южанам приблизиться к владениям Кобзева. После опасного штрафного у своих ворот Александр выручил, а вот после плотного удара безлихотного с игры голкипер Мордовии был бессилен. Упускать победу в такой игре было бы крайне обидно, но Марат Мустафин не торопился бросать в бой последние резервы. Оказалось, что причины такой нерешительности были объективными. Игорь Киреев не полностью восстановился после повреждения, а больше, по сути, усилить атаку было некем. У Игоря Киреева микротравма, и поэтому мы его берегли. Он в недельном микроцикле, можно сказать, и не тренировался. Но здесь надо было чуть-чуть освежить фланги, потому что игроки, которые там и Адаев, и Петров, большой объем работы проделали. В концовке игры нашли в себе резервы те, кто играл с первых минут. Сначала в крестовину пробил новоявленный отец Илья Петров, у которого на днях родилась дочь. А спустя пару минут Дворецков протащил мяч до угла штрафной и сделал своевременную передачу в центр на Руслана Мухамедшина. 37-летний капитан Мордовии пробил схода и угодил точно под штангу. Да, да, получилось все именно так, как задумано. Бил в дальний угол, у меня сегодня вообще все удары срывались, никак не мог попасть в створ ворота. И вот как раз последний удар, самое главное, что он завершился результативно, так скажем. То, что ни физических, ни психологических сил на ответный штурм у игроков Армавира не осталось, стало понятно на 87-й минуте, когда вторую желтую карточку получил Денис Кутин. Хозяева спокойно довели дело до заслуженной победы, а мордовские болельщики впервые за долгое время покидали Мордовию арену, будучи довольными не только результатом, но и показанной игрой. По движению, по контролю мяча и в атаке побивали, создавали моменты и в итоге дожали, забили хороший гол, Руслан забил, Дорицкого отдал. Так что очень важная победа и благодарен ребятам, то есть они очень, считаю, качественный матч провели. Нам нужно чуть-чуть, пару, тройку очков набрать и мы там будем в этой зоне уже практически. И нам вот всегда, то мы ничего сыграем, то проиграем. Сейчас, слава Богу, что мы выиграли, сейчас нужно обязательно выиграть в Новосибирске, то я думаю, что мы можем уже как-то вклиниться в борьбу за первые четыре места, так скажем. Конечно, готовы мы делаем все для этого. Опять же, нужна поддержка сверху. Если она будет, я думаю, естественно, задача вполне выполнима. Но, опять же, зимний период, взять тот же Енисей в прошлом году, который был на первом месте в Сатаре, в 11 очков и закончил на четвертом месте. Поэтому зимний период играет очень большой роль. Победа над Армавиром позволила саранскому коллективу подняться на восьмую строчку турнирной таблицы и приблизиться к зоне стыковых матчей на расстояние одной победы. Тамбов и Томи ушли в отрыв, а на третью и четвертую строчки, дающие право по окончанию первенства претендовать на выход в элиту, обозначились сразу несколько реальных претендентов, среди которых и Мордовия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова